МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы, честно говоря, даже где-то обалдели, потому что нас вполне устраивало то жуи, которое было, и мы к ним даже где-то привыкли. И немножко так настроение испортили. Я потерял ее. Сюда гонишь? Ты опять руку махнул, и я подумал, что... Не ври, а потом махнул рукой. Ты меня отвлекаешь, не смотри на меня. Знаешь, что меня еще отвлекает? Мне отвлекает, когда ты поешь... Я вообще могу молчать, ты можешь сольным проектом заняться. Так получилось, и мы, в общем-то, попали в сюжет кинофильма. О, слушай, отклеился. Я даже рассмеялся там. Дайте котлету. Ты хочешь, ты заслужил котлету? Да, я хочу котлету. Моя заянка. Я понимаю сейчас, почему, если будут заниженные оценки, и не только из-за того, что плохой клей, которым клеят усы, потому что к арбузу полагается нож. Вы понимаете, что это в виде тока? Нож будет вторым номером. Нож будет где? Вторым номером? Да. После выставления оценок? Они сейчас все равно одновременно это сделать не смогут. Они не могут сейчас все равно есть арбуз. У нас к арбузу еще есть вино и сало. А, и сало. Да. Сало для кого? Для Мазаева. Для Мазаева сало. Он, кстати, был уже в нашей, можно сказать, шкуре. Поэтому я вижу, что мы тебя любим. Кого? Мазаева. Мазаева. Мы очень расстраивались. Позвольте, я прерву ваш праздник урожая, друзья мои. Приви, пожалуйста. И посмотрим, сколь урожайным было ваше выступление по мнению жюри. Яна, ваша оценка первая. Надо сказать, что они являются собой новый тип вокально-канал. Йосия, держи себя в руках, может, у тебя усы отклеиваются. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Свети, я знаю, пиво, я зрели. Нет мне дороги, мой брошенный край. Если увидеть, пытаешься, не сдали. Не разглядишь меня. Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Отлично. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Но не надо, здорово, не надо. Пое-пое. Как с чего начать мою историю, чтоб вновь не повторять? Слова, знакомые, чтоб людям дать понять. Рассказ мой истина, мне нечего скрывать. С чего начать? Как вам объяснить, что иногда живется так, как хочешь жить? Что иногда бывает так, как должно быть? Как объяснить, как объяснить вам, что такое полюбить? Как обьяслить? Без слов и фраз, которым слух привык. Любовь у нас не то, что у других. И мой рассказ взятный из книг. История любви, в ней со строкой строка. Пусть свинут и сохранят в веках Тепло твоей руки в моих руках. Началась давно моя история, но знаю я одно. Пусть дни уходят безвозвратно, все равно. Я каждый день и час, что жизнь мне суждено. Любовь у нас не то, что у других. И мой рассказ взятный из книг. История любви, в ней со строкой строка. Пусть свинут и сохранят в веках Тепло твоей руки в моих руках. Тепло твоей руки в моих руках. Началась давно моя история, но знаю я одно. Пусть дни уходят безвозвратно, все равно. Я каждый день и час, что жить мне суждено. Люблю тебя. Вокально-коммерческого дуэта. Вокально-коммерческого, я бы сказала. Комического, нет, я не оговорилась, дорогие друзья, поскольку были исторические прототипы, например, Штепс или Тарапунька. Приблизительно то же самое мы сейчас и наблюдаем. Кто из нас кто? А это уж вы сами разбираетесь. То есть они посягают на славу дуэта Академии, вы хотите сказать, Яна? Я вас вообще хотела как-то сегодня... Проигнорировать. Но не получилось. В итоге, за то, что Иосиф не испортил свой вокал, несмотря на то, что ему мешал клей над верхней губой, десятка. Как всегда, они пели блистательно. Но я хотел бы поставить этой блистательной паре оценку девять. Надежда. Мне понравилась эта девушка-блондинка. Очень хотела заинтересовать вот этого грузина, и она пыталась нежно... Казаться своей. ...ручками вот так вот его приманивать. Десять. Сергей. Фотография роскошная. Вот это да. Блестяще сплясала. Это да. Ну, единственное, что, конечно, дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Девять баллов. Корректно. Вот так вот. Тридцать восемь, друзья мои. Это прекрасно. Мне кажется, что мы в этот раз, уж точно по сравнению с предыдущими разами, точно сорок заслужили. Реально.